Пришли они из бани, у меня зубаня была, и девчонка взрослая толкнула парня, и он упал спиной на колышки где-то. Я собрал лагерь, пошли все туда, и заново мы смоделировали, как это было. Я не хотел, вот ты сидела там на скамеечке, он шел, не подошел. Ты к нему навстречу пошла, а никто не пошел. Зачем ты пошла? У тебя прямое было желание столкнуть его. Вот теперь, пока он не вылечится, ты все время будешь водить его за руку и заботиться о нем. Понятно? И она теперь до самого конца, он уже не болеет, я хочу один. Нет, и у тебя еще боленька болит, наверное, там. И чтобы он лишний раз не жаловался, она ему уже надоела, она пихает за столом, а рука не шевелится, с ложечки корми его. И я ему двойную порцию даю, и она его кормит, сидит. Понимаешь, я их привязал к себе толстыми веревками детей. В то же время они знают, что я беспощаден в вопросе наказания, кто кого обидел. Это семь горящих. Если заматерился где-то, пять горящих. Жаловаться нельзя, но если тот обидел, а она сказала, идем к старшему, он не идет, теперь можешь одна прийти и сказать. Теперь я найду на него управу. И весь лагерь молится, а я его завожу отдельно, и дальше начинаем. И на погранищу хлопну так, чтобы слышно было, там свиньями-то под глазами сделаешь, что ты сморщись. Так он приехал домой, баба, я считал дядя Игнатий такой злой, а он такой добрый. Он меня там не наказал. Так тебя разве тогда не наказали, Рома? Не наказали меня. Я больше никогда этого не делал. Мое дело не наказание, а в осознании. Это Татьянин внук. И ролик про него стоит, как он хочет домой, мама там. И это требует основательно. Я человек, а я сижу там, говорю, да какой ты человек? У тебя ни воли нет, ничего, только называешься человеком. Это все ролик поставленный. Видел, Лера, да? Это работа. И это 40 лет позади. А у меня такие были ситуации. Вот она воровка. Цыганка ворует и все. У меня цыганята были. Но никогда не болеют. Они как груздочки. Босиком, ни по чем им расставят. Будто он даже не обувается, а эти-то. Я всегда ее ставил, но она ворует. А тетя Наташа говорит, у тебя деньги были, почему? А приехали на крещение, она всех обворовала. На крещение приехала. Ну и сделали деньги. А Наталья приходит, когда в одной палатке была, в этой келью-то, на курих ножках. А почему ты у меня не воровала? Так, я видел, ты каждый день считаешь их. Каждый день. Я ей лет шесть, наверное. Ну, ничего не могли сделать. Тогда я ей написал большой, Наташа, кажется, написала плакат. Я воровка. Я воровка. И с этой там куча большая была стружек, коры. И она сидела, дознавтрак и держала перед всеми. Я воровка. Я ее прошив. Больше она не воровала. Стыдом, да? Знаете, как? Каждому ребенку, говорит, за свой подход. Я просто вспоминаю. Один пацанинок там далее работает рвать траву. А он не рвет. Подошли, говорят, а он не рвет. А почему не рвет? Не знаю, сел и сидит там вот так вот, скочужился, не рвет. Ребята, по домам. Я пойду к нему. Подошел. А он меня даже не видит. Он, оказывается, как муравьи там таскает, и там жужелку какую-то. Его трогать не надо. У него есть следовательский характер. Отойдем. Эту работу мы сделаем. Понимаешь? Мне не работа нужна. Мне нужно пробудить в тебе качества, какие тебе потребуются во взрослой жизни. Вот Роман. Брат твой. Мы в саду берем ягоды. Нужно набрать каждому по кружке. Кирилл. Виноват, Кирилл. Ребята, а он перешел через... Где? Клен растет, а мы на другой стороне еще малиноги берем-то. Он, говорит, не берет. Он, говорит, берет по ягодке-то и поет. Ребята, не трожься. Я подошел. В кусты сел и смотрю. Он ягодку сорвет, малины. Святые, Боже. Ягодку сорвет. Святые, крепкие. Опять ягодку сорвет. Святые, бессмертные. Я всех вывел потихоньку за клен. Больше не трожьте. Он молится за всех. Его трогать нельзя. Он трудится для нас. Понимаешь? Другое дело. А, надо больше ягод набрать. Я набрал больше, чем вы. А он не набрал ничего. Не надо. Он набрал. Вы просто не видели, где эти ягоды. И ребенок это должен понять и почувствовать. А как вы так вот адекватное наказание точно по этому? Не знаю. Я просто... Ну, знаю. Идут, и они разбредаются. Я остановился. Ребята, я сказал от меня, чтобы не было больше трех шагов. Идем одной группой. Идем за ягодами. А вот пацаненок высокий такой, тоненький. И сзади идет. Как только три шага будет, вот я стоп, и сразу остановились. Все, что больше трех шагов, один горячий. У меня там трава такая с балаболками растет. Она крепко бьет. И называется идея. Это идея. Идейное воспитание. Я стоп. Остановились. Прыгай. Мы никто не видели, как он. Ему надо три шага сделать. А он там пять шагов. Он как прыгнул, как кузнечик. На одной ноге. Ноги длинные. Он прыгнул до Володи. А в той стороне еще раз. И прыгнул третьим рядом. Мы со смехом покатились. Сашка, как ты там мог... Ну-ка еще прыгнул. Больше не мог прыгнуть. Тут его наказание подстегивало. И это вошло в историю. Он не умел ничего делать. Я ему взял фуражку и высоко на стол повесил. А без фуражки нельзя застан выходить. А кто мне снимет? Никому не разрешу. Только ты должен снимать. Он сорвался несколько раз. А потом показал, как ноги стол побивать. Ну, поле сразу достал. Достал. Сел на скамейку и заплакал. Я говорю, что ты плачешь? Но я и не знал, что я умею лазить. Сын Дьякона. А теперь он священник. И теперь он у меня в друзьях. Крюков Александр. Хороший пацан. Может быть и хороший батюшка. 105 килограмм веса. И чудо. Добрый. Он не пузатый, а просто, полно сказать, вес налитой такой. Его не скажут, что он пузатый. Видно, что комплексы. Но я ему говорю, чтобы лишнего не было. Он не выглядит не пузатым. Вот она как бы сходна. Но лишние килограммы, они будут душить тебя. Мы недавно у одного были. У него килограмм больше 60, наверное, лишнего веса. Ну, работай над собой. Я говорю про детский лагерь. 40 лет. И чего у нас только не было. Фильмы про нас дурные снимали. И показали по телевидению. И родитель ночью приехал за своим сыном. Что там издевательства. Они их кормят. Сына из лагеря вырвал. И, ну, до свидания. Расписались. Одежу отдали. Все. Он с сыном дорогу идет и разговаривает. Ну, рассказывай еще. Еще рассказывай. Ну, как вас тут избивали? А кто избивал? Ну, уже по телевидению не показали. Я это не смотрел. Ну, вас били здесь? Нет, не били. А как же так? По телевизору показали. Не кормят, морят, пап. Здесь кормят. Я дома никогда так не ел. Так это ничего не было, не было. Он с ним погулял, пришел. Возьмите, пожалуйста, обратно. А я вот, я говорю, уже назад мы не берем. Он уже порченый. И вы будете подыскиваться. Ну, найдите другой лагерь где-нибудь. Вы не доверены. Понимаете, не из-за того, что я обещаю, а то, что я знаю, уже путное у нас не будет. Вы нанесли ущерб ребенку и себе. Это тоже работа. Работа с родителями. У меня были такие девчонки две. Дочери архитекторы. Видно, у него есть баловные. И мать приехала с ними. Сам он такой грозный, а мать тоненькая. Он приехал, наверное, через неделю. Они прям колеса грызут. Образно говорю. Домой, домой, ревут. Он говорит, ну а что делать? Я сказал, не трожься. Два недели это акклиматизация. Ну и мать тоже согласилась. Уехали. Через неделю приезжают домой. Они не едут. Им нравится. Остались, а они уехали. Уехали, рассказали. Он теперь приезжает и привозит племянника. А племянник говорит, возьмите его в лагерь. Он говорит, такой, каким-то буддистом там залез. И еще там Андрюша звать его. Приехал с матерью. Ну я говорю, если он останется. Он пошел. В то время вот этот спорезчик строили. И он везде. А можно я буду тут? Но день первый он сразу сказал, я не хочу остаться. Я домой поеду. И мама с ним ходила по ягодам и все уговаривала. Андрюшенька, останься. Может понравиться где-то. И он остался. И за лето самая лучшая характеристика ему была. Что бы ни делали, он везде. Вот если бы ты на машине был, то он каждые гайки лез бы. Давай подержу, запомню. Все старается делать своими руками. Он до того пацан оказался, ну ему уже возраст такой, наверное, лет 13 было. Самостоятельный. Для матери прям помощник вырос настоящий. Ну и я характеристики выдавал. Лучшая характеристика за лето. А вначале пришел, зауросил домой. Так что, дело покажет. Я говорю с вами, зря или не зря. Заехали мы зря или не зря. Зря или не зря. Как вы считаете, можно в вашем лагере, если я знаю правила, куда попал, просто не буду косячить и все. Как вы считаете? Именно как? Что не больше? Ну не буду косячить и все, чтобы мне ни горячих не ставили. Или все-таки все равно натура где-то вылезет человеческая? Нет, никак. У меня были люди, которые по 7, по 10 лет ребята и ни разу не были наказаны. Они в пример просто ставились. Ну ни одного. Вот у меня было я один раз, как бы наказал ее. Нельзя не наказать, он нарушил. Верующий один баптист перешел в православие и прислал ребятишек. А они, ребятишки, тихие, спокойные, но и хидные. Поели, за стола вылезли. А этот Сережа, ну как фамилия-то его? Сережа, который его заинт. А, Пищиков. А? Пищиков. Да нет. Большой Сережа, к которому Катька приходила-то. А, Краснов. Краснов. С Барнауловым. Да. Хороший пацан. Он сидит, а Нина Жовнерна обслуживала. И она ему дала, видимо, бабку. Или он был обслуживающий, сейчас не знаю это. А этот проходит, увидал ее обжора. И прошел мимо. А Нина-то услышала, она его остановила, этого. Баптист пришел, который. И там Тимофей звать. Ты тебе, может, еще, может быть, есть хочешь? Да нет. Но она поняла, что, как бы, завидует, что там рис, плов там. И она хотела его угостить. У нас это запросто-то. А этот ничего не сказал. Доел. Когда доел, подошел к нему, как его звезданул по морде. Ни слова не говоря. Ну, тот окрасился. Теперь сразу это большое преступление. Ударили в колокол, собрали. Бил? Бил. Наказываю я тебя. Ты уже третий год у меня ни одного замечания не был. А сегодня я обязан тебя наказать. Просто я на защите человека. Я создаю стопроцентную защищенность ребенка. Никто не имеет права обзываться, драться. Это преступление. Я тебя накажу. Ну, я его завел, дернул, серьезно дернул. Сережа, ты не мог воздержаться. А он не отвечает ничего. Ладно. А того тогда я вызвал. Тут ты сказал. Ты ему такие слова говорил, обжора, да? Ты его сам спровоцировал. Я тебя не наказываю, но я тебя накажу в самое короткое время, как ты на этом деле попадешься. Тебе сейчас пять горящих над тобой. Вот пять пальцев. Я тебя не наказываю, но эти пять я добавлю к тем, когда ты будешь. Он буквально в этот день опять попался. Он ехидный. Другого обозвал. А вот теперь я ему по полной программе и выдал тому. Ты его спровоцировал. Но и у тебя ни силы нет ничего, этот спортивный, бедный такой рослый парень и хороший. Просто не стыдно в глаза родителям сказать, и мама приезжает, заботливые такие, и правильное отношение в семье. И он пример просто. Понимаешь, как я должен это сманеврировать и утрясти и поставить. Вот у меня одно время приехал с группой отец Василий Толстенко. Я уже рассказывал о тебе. И он с Одессы приехал. Там он был не в Одессе, а Николаевск, там город рядом с Одессой. Ну и он говорит, далеко все-таки, через всю страну ехать и постараемся лагерь там образовать. Ну и образовать. Кто образовать-то? Ну он же будет образовывать. Но у меня случился конфликт. Была одна староверка, старобрядка, скажется Ростова-на-Дону, с сыном вместе. И женщина такая несварливая, нормально это. И была одна кандидат в наук, она без руки, Дудина. Чего они с ней не палатят? Это православная-то. Разлад такой у них пошел. Прямо эта сидит, забилась в палатку, не хочет выходить. А это, ну разлад. А Василий-то все это дело видел. И он наблюдает, он следователь военный, батюшка бывший. И он наблюдает, а как теперь я, что буду-то? И я к вечеру их обоих примирил. Обоих наказал. И опять все мирно. Он ко мне подходит и говорит, я бы никогда не сумел. Никакого лагеря у нас не будет. Надо уметь мирить не только детей, но и работников. И как? Как ты такой выход нашли, что я знаю ее биографию, знаю ее. Я ее начал под это подкашивать. Ты больше знаешь. С тебя больше спрос. Ты видишь, человек из какого общества? У нее подвижка. Она не свирепая, как все старобрядцы. Все почти. А она нормально рассуждает. Зачем ты ее здесь заделал? Ты виноват и это. Ну, наказал как? Допустим, до беда не есть или что-то. И все, опять все мирно, опять все мы вместе. И дальше пошло. Таких ситуаций, ну, ни одна, ни две. А людей было намного больше. Я говорю, один раз с поезда сразу 72 человека только сошло. А Саша говорит, у него 30. Да у нас 30 вообще это норма. А ты знаешь, еще там 4 приехало человека, 2 к ним добавилось. И нам разницы никакой нет. Работников мало, детей мало. Один год так же было. Детей нет. А главный работник Наташа Приходько. Этот центр в лагере нашего. И она не соглашается на работе никак не знает. Потом она вдруг последний день остался до набора детей. Уже заканчивается. Она пришла, говорит, я отпросила седу. Как пошли, как лавины. Звонки, детей. Лагерь сразу набрался. Дети никто не знали, что она не соглашалась и согласилась. Вот с сегодняшнего дня и сразу еще человека 2 работники. И сразу пошли звонки. Какая связь? Никто не знал. У Бога все вымеренное. У нас нет обслуги, нет и детей. Нынче у нас затруднения с обслугой. И детей мало. А нам какая разница? Много мало. Мы дали объявление в Алтайской правде. Это 67 тысяч объявлений. Свободный курс. Там другие газеты. Маркер-экспресс. Купи-продай. В городе это повесили. Детей нету. Один пацан. Один. И один, и тот виртуальный. Виртуальный. Он ненормальный ребенок. Вот пример. Ему 12 лет. А Фросе 8 лет. Разница какая. И он смотрит на экран пацанта. Я теперь их понимаю как. Он везде стреляет, нажимает. И пули ни одна до него не долетают. И у него это. Он в этом мире. И он там хозяйничает. Он стоит где-то. Тарзанка под ноги этой. Она там вот такая толщина. И такой ширины. Там полкилограмма. Это есть с ней деревяшка. Фросе стоит наверху на площадке. Он внизу. И он Фросе говорит. Ты мне качни эту. Я возьму ее сюда. Он в виртуальном мире знает. Она качнется. До этой рамки дойдет. И дальше никуда. Он вылетел оттуда и бьет ее прямо в глаз. Парень долой. Он никак не может понять. Как она оттуда вылетела из этой рамки-то. У него все там в этой рамке. И он на весь мир смотрит глазами вот этой объемлющей рамки. Я с ним говорю. Ты что, дурак что ли? Молчит. Ну ты видел, она уже вылетела из этой рамки. Она ударила ей долой. Она послала тебе. Она не в рамке никакой. Она стоит. Она нормально стоит. Он не может еще понять. У него виртуальная игра. Проходит там у Неджи Васильевны. Та же самая история. Его второй раз звездонули. И он сидит за голову взялся. Как же она оттуда вылетела от этой. Она никогда не должна вылетать оттуда из рамки. И показывает по телевизору. Видел, когда мать отнимает у него. И говорит, как он начинает бесноваться и кричать. Она ему кричает. Ну видимо ей заплатили, чтобы показать. Он бесновится, орет. Другой до утра сидит здоровый. Мать говорит, ты же еще и спать не ложился. Он тут же взял душ и зарезал ее. А другой бабку зарезал. Но она ему не родная, а ухаживала. Попросил напиться. Бабка пошла березь закрывать. Он ее за глотку пил. А зачем? Хотел посмотреть, как там и как здесь. Похоже или нет. Это хуже всякого наркотика. И вот этот наш его Тимур. А крещеный он Андрей. И он говорит, я с ним разговариваю. А он вот так вот. А ты что отворачиваешься? Он там отворачивается. Он думает здесь. Я нормальный. Я с тобой рядом разговариваю. Он думает, отвернулся. Экран не видит. И меня нету. Я его за морду. Ты что от кого ворачиваешься? Как я вылез оттуда? Он не может понять. Из этой рамки-то. Он на меня смотрит, как на человека, вылезшего с экрана. Вы даже не знаете глубины разложения личности. Я тогда посадил за стол. Он прямо напротив меня сейчас сидит. Жевать. Он не может понять. Если я говорю, он это принимает. Но что то, что я ем зелень и подаю, с экрана не подают. И он отказывается. Я ему подаю. Он не может понять, что я живой. Ему толкаю. Ешь сейчас же. Шаги от него. Он клубнет и сидит и смотрит. Он видит меня только в экране. А что у меня ложка в руке, сейчас пол бы звезданою. Он не может понять, как ложка оттуда с экрана вылезла. У него стреляют, и все там заканчиваются. Они пули не вылетают оттуда. А тут вылетело. И вылетело очень крепко. Вот сейчас такой синяк у него все здесь. Понял? Если кто играл в игры, я сегодня объявлял. Спасение, я так вижу, только одно. Покаяние к священнику на исповедь. И то не за один раз может быть. Я просто, ну, меньше опыт имею, чем исследователи, может быть. Но я знаю, выход только в исповеди. Покаяние. И больше никогда в доме, чтобы не было ни одной игры, вырвать все и искренне раскаяться. И вот у меня в лагере же это было. Дверь открыта, форточки открыты. Служба только началась. Кувырк, парень. Его вынесли, положили на улицу. О, заходит. Сапфира. Она не там ждет ее уже. Тоже упала. Она может придуряться. Но лицо сделать белым, как простынь, она не может. Она прям лежит, как смерть. Ее вытащили. Вытащили. Заходим, третий валяется в храме. Вытащили двоих. Хотя двое сидят, глазами хлопают. У них уже ничего нет. Они бесноватые. И они, как свиньи, задыхаются в ладане. А батюшка пошел, поконил. Они купорк один за ним. Я дальше начал исследовать все игроки. Прикрабные игроки увлеченные. Даже смешно смотреть. Только вынесли. И заходят. У них румянец, нормальные ребята. Все. Заходят, третий лежит. Третьего за ноги понесли. Я говорю, так вы меня весь лагерь туда вынесете. Надо прислушиваться. По мобильному долго не разговаривать. Больше двух минут не говорить. Я нарушил сейчас. Две минуты, не чаще, пять раз в день. Мозги спекаются. И у меня есть опыт. Я с этим не спорю. В общей сложности в день, чтобы, ну, две, три, там, ну, никак не больше пятнадцати минут. Последствия разговоров могут проявиться, может быть, через три поколения. Это рак мозга, апатия, безразличие, забывчивость и ранний-ранний склероз. Эти уже качества выявлены на сотнях тысяч людей в разных странах. А вы ломите по телефону. Вот такой стационар заведи, по нему разговаривали. А мне кто звонит, я отвечаю, все, лимит окончен. Следующий только через неделю. Все. Это мои мозги. Вот у меня телефон подарили, а я его в этом кармане нашел, положил. Ну, позвонит, я возьму. Проходит неделя, вторая, сердце колет. У меня никогда сердце не болит. Колет, и все, пошел в баню, я еще сознание не потерял. Я едва из бани вышел-то. Я его вытащил, вот расстояние положил. У меня перестал сердце болеть, бани нормально. Вот, всего. Вот, не считая в маловремя грозы молний, скольких убило людей, пишут. Надо опыт людей перенимать. И вот так и с детьми я все разговариваю на своем опыте, передаю. Я же не педагог никакой. Хотя считаю, там, таким знатоком, педагогом. Не педагог я. Я христианин, проповедник, а уж какой был, знаете. И ребенка я возвожу на уровень взрослого. Без Христа нет жизни. Видишь как. 40 лет это не 2 дня, 40 лет я начальник лагеря. 40. А это тысячи детей. Отдохнули, поднялись. А лагерь комплексный, там могут быть и родители. Ну, значит, я и с родителями могу входить в конфликт. Старые снимки смотришь, даже не верится. Один год мы, дети только, ну и взрослые там были, работали. Кажется, не то 8, не то 12 полных машин с высокими бортами напилили. Я в деревне, значит, учителям, матери завел, в школу завез, в церкви, там в город куда, до обеда они работают. Там кипело все, на 12 пар работает столько народа, и это сохранилось в фильме тех старых. Ребенок другой не хочет работать. Как? Очень просто. Не кормить. Больше не надо ничего. Но не кормить, не просто усеять. Он должен напротив стола стоять, а я с макой. Какая каша, ну надо такая вкусная. А он стоит. Так у меня был один, он как заорет. Работать хочу! Не есть хочу, а работать хочу. Сережа, после обеда ты еще поработаешь, а сейчас пока нельзя. А можно по-другому? Не знаю, я не знаю. Просто я не знаю другого никак. Но я вижу на результат. Ребенок начинает работать. Он не умер. У него все нормально. Но по желудку я его проскреб. И вот этот тоже приехал. Он ее сразу сказал забрать, в обед не давать, ему завтра поесть только. Все, в следующей неделе тут сильнит, молотит вот этот виртуальный. И они звонят, бабка с мамой. Как? Да как у него аппетит? За обе щеки уперлетает. Ну, да вы что? В один день вылечил. А бывает так, ребенок начинает мухлевать. Вот у меня что-то болит. Да что, лечить надо что ли? Вот не могу, болит. У меня скамейка там есть одна, вот, в муторакане. Нет, это, куриные ножки. Ну, по-насам. Он сидит. Вот сидеть будешь целый день. Только в туалет сходить. Не пить, не есть, не купаться, не играть. Раз ты больной, куда? Он сидит. Ну, мы работаем, он сидит. Но он понимает, завтрак приближается. Я не знаю, у меня вроде бы прошло все. Да нет, еще болит. Ну, давай пощупаю. Нет, не болит. Нет, нет, не болит. Все, готово дело. А то, вроде, эта скамейка у нас лечебная называется. Чтобы ребенок согласился, ну, был один раз. А я согласен, не работать, чтобы не есть. Ну, не есть, значит, и не работать, не гулять. А что, утром спать охота. Залазьте, ложитесь, спите. Они легли. Два-три часа выспались. Как они мучились. Выйти. Они каются. Я их до обеда там продержал. В теле-то в этой. И есть охота, и выйти охота. Больше ни разу утром не говорили, что спать охота. То есть, клином вышибается клин. А они... Где эти Ли на проводе, немножко перед сном тут. Это кто? Ли, Ли. Алло. Поговорить хотел. Добрый день. Ты где ж, голубушка? А что ты туда подалась-то? Там много лучше там, чем здесь. А мы тут беседуем. Я им надоедаю своими нотациями. Ирюша пришел. Ну вот. Спаси Христос. Алексей принял нас, накормил. Сейчас готовится ко сну. В наших краях будете. Мы просто должники теперь ваши примем, уложим. Ну, еще варламатом поцелуй. Вопросы ко мне есть какие? Все, спаси Христос. Мы едем очень далеко в Москву. Бессионерская поездка. За Москву. А сейчас были до Байкала дошли. Так что молитесь. Мы едем на своей машине. Грузо-такси. Так, я отошел. Как старо-прятцы. Ну, навесишь такие на них. Бериди. Которые тебя задушат. Даже не встанешь. Как у Ринарха Ростовского. Милость Божия настолько велика, что она захватывает весь мир и меня с тобой тащит. Вот я сказал какие. Ну. Иногда я употребляю очень часто слово Серафима Саровского. Ему говорили, почему ты смог так сделать, а мы не смогли. Он говорит, не хватает решимости. У каждого из нас должно быть шесть качеств лидера. Лидера. То есть передовика, ведущего за собой других. Ну, кажется, пионера в любой области. Загибает. Первое воображение. Есть у меня у тебя воображение. Мы воображаем теперь. Мы поедем туда-то, так-то. Там падшие люди, там не примут. Я должен всю картину в развернутом виде подвести до конца. Первое. Второе. Знание. Мои знания должны быть глубокими. Я должен знать святых отцов, канону церкви, Библию. Знания. Третье. Умение. Как это все применить на практике. Где сказать, где промолчать. Как притворить это в жизнь. Четвертое качество. Решительность. Я сказал, поеду, приобретем грузових, а денег нет. Ну, нету. Нету. Я уже к вечеру достал деньги. А ведь это грешенет не 200, не 100 тысяч. Мы купили. Дальше. Того нет. Евангелия нет. Где-то будут. А как? Откуда я же молюсь? И вдруг открывается в Иркутске, ответ приходит. Решительность. Наберется группа. Тот не поедет. Этот не может. У этого не знаю я. Я молюсь. И вдруг один соглашается. Второй, третий, четвертый. Команда собрана. И вот мы все. Ну, конечно, я накопил книги свои. Представьте, автор приходит, дарит. Не просто дарит, автор. Это совершенно другой нюанс. Ну, это мой труд. Ты сделай по-другому как-то. Там книги напиши или набери. Я не знаю как, но у меня именно вот так. У меня мощнейшая подготовка. Тыл. Все знают. Все молятся. И не нравится. Пятое качество. Но оно должно быть беспощадность. Так я христианин. Ты должен быть беспощадным. А к чему беспощаден? К разгильдяйству. К неиздержанию слова. Мы с тобой договорились. Почему тебя дома не было? А у меня жена леет. Я вас сметаю с дороги. Сиди с ней с женой. Держи за юбку. Мы решили ехать. И к этим, которые не держат свое слово, я должен быть беспощаден, чтобы спасти остаток корабля. Понял? Я должен быть беспощаден к самому себе, к своим недостаткам. Приглядываться. Ну и последнее, труднее всего у людей приобретается, шестое качество. Привлекательность. Привлекательность образа лидера. Вот меня сейчас нету. Меня качеством этим Бог наделил. Меня нет в лагере. Но все там идет так, как я назначил. Я постоянно в эпицентре событий. На деревенское собрание там идет, нападает. Нападает там Володя Устинов. А я в эпицентре событий. Первый счет на меня нападает. А меня там нету. А уж Валя там все позвонит. В лагере лидер. Я сейчас где-то ушел. Вокруг меня в интернете все вращается. Вот так вот. Меня там нету. Привлекательность образа. Она достигается на коленях. У меня жесткий подход ко всему. Я люблю треугольник. Треугольник самая жесткая система, которая никуда не падает. И вот эта троичность, триада, она должна у меня проявляться с утра до вечера. Мы выезжаем. Там начинает под ногами кто-то путаться. Я прошу вот отодвинуться. У тебя нет защиты. Я обязан тебя силом сдвинуть. У нас препятствий немало бывает. Вот Сережа заходил с собакой. Мы два раза чуть не расстались. Один раз я его полностью отстранил. Он начал осознавать. Но я не принимаю. Там через батюшку ему подсказали. Батюшка начал ходатайствовать. На пустяках возникает и все. Мне это не надо. Я беспощаден в этом. Тактика выработана. Вот сейчас сейчас. Куда поедете? Без него я не могу ни одного не сказать. Вот они меня спрашивают. Никак. Николай. Он за рулем. Сейчас карту мы ее раскроем. Он назначен. Тут мы будем тогда решать. Как лучше. Без него я не могу шагнуть. Потому что я признаю его приоритет. Даю человеку одному визитку. Где только могу так. Даю все. Знает, что я верующий. Много о чем говорили. Он взял, посмотрел. В озере с полным троекратным. О, а вы что, не православные что ли? Ну и что я дальше? То есть у человека, про что вы и говорили. Абсолютно все скучно. Ну то есть он даже троекратно не видел. Он не знает. Он не видел. Ты ему расскажи. Вот я и сказал, как и должно быть. Апостольское правило 50. Если не в три погружения, ащи, не в три погружения, да будете извержен поп. Не я. Я не крещу. Я ни одного человека не крестил. В этом нет нужды. У нас креститель есть, батюшка. Величайшее горе человеку потерять связь со Христом. Он без помощи. Он по инерции еще движется, пытается говорить, но он давно мертвец. Он может бежать, проявлять активность, а там все мертво. Оно не принимается. Он не соответствует тому, что говорит. У него все перевернуто. Вот он, диакон, разобрались, уже три года не причащается. По нашим правилам, если в течение года человек не причащался, он обязан стоять соглашенными. Такая просто соглашенными. Дальше батюшка разберется. В тебя нет силы, ты мертвец. Зачем ты тут стоишь? Христос повелел. Вот мы все сегодня причастники. Это батюшка настоял, чтобы мы думали ехать в пятницу. И мы сразу покорились маршрут, график сменили. Батюшка сказал правильно. Я думал, в какое-то место ехать. Иду, батюшка говорит. Я думал, да определенно, а до Урала. Звонил Иван Суворов. И он ждет в гости-то. Ответ пришел. Ну-ка, смотрим. Ага, оттуда. Теперь оттуда поворачиваем в Москву. У меня мгновенно вся картина нарисовалась. Я хотел и дергался буквально в рассуждениях. Не могу никак понять, как нам попасть на север. Теперь второй дорогой поднимаемся, мы сразу уходим на север. Все. Я от батюшки принял это как глаз Божий. Я должен, как лидер, быть очень внимательным к слышанному. Иногда что-то не решается. А он сказал так. Что ты сказал? Решение вопроса пришло. Вот оно где. Мне это не приходило. У нас опыт разный. Я даже не могу сказать, насколько разный. Но Богу угодно было через него сказать. А мое дело раскрыть уши и послушать. Вот это создает привлекательность лидера. И он понимает, и другим скажет. А было так решено. Я даже сказал, он сразу ухватил это. Понимаешь как? И в его глазах, может быть, он сам возрос. Откуда я знаю? Мы решили, согласно Слову Божию. И мы делаем это дело. О результатах нам не дано заботиться. Мы сеем. Поливаем. Но все ничто. Все Бог возвращающий. А сколько человек обратилось? Не знаю. Священник один раз пошел в лагерь. И говорит, я 470 человек крестил. А вы сколько? Я говорю, за 17 лет работаю. Не просто посещаю. Я тонны груза завез туда. И ни одного не крестил. Не только не крестил, а не подготовил. Готовых нет. Как так? За 17 лет никого нет. А что вы так ходите? Повеление Божие исполняю. Я слышу голос Божий, я обязан выполнить его. И в конце молитвы мы останавливаемся, молчим. Господи, говори, слушай, трап твой. Я должен расслышать через сердце. Ни голос, ни жужжание. И Бог полагает. А бывает, что нету? Бывает, нету. Мне одна женщина с Италии пишет. Я решил оттуда выехать. Когда-то вышла замуж. Теперь дети выросли, неверующие. Выезжать мне или не выезжать? Я слышал, а вам Бог отвечает. Да, мне Бог отвечает. И вы могли бы мне сказать? Могу. А когда? Не знаю. Проходит вместе, она звонит. Опять. Ну что? Я говорю, ничего, ответа нет. Я каждый день взываю к Богу, Бог молчит. А когда ответит? Откуда же мне знать? Бог мне не доказывает. Она еще однажды. И опять. Ответ пришел или нет? Я говорю, нет. Только ответил нет, встал на молитву и ответ поступил. Я сказал, раз, я и в Италию. Ответ поступил. Ответ полученный. Но ты его должна выполнить. Вот ты спрашивала. Теперь ты от меня ждешь, как проводник от Бога. Вот слушай, вот место Писания, я и показываю, премудрость Соломона. Я тебе этот стих отдаю. Я своего ничего не сказал. Но ты с этим стихом теперь пойди к духовнику, своему священнику. Предложь на рассмотрение. И как он скажет, так поступи. Ты понял меня, какой? Я его не знаю, батюшка. Она к нему может плохо относиться. Я сделал все по ранжиру. Не затронул его благодатности. Надал место Писания. Я не сказал, выезжай или не выезжай. Мне не дано это. Мне положено на сердце, что этот стих относится к ней. В данной ситуации он на первом месте. А теперь иди к батюшке рассуждай. Все, я отошел. Теперь буду молиться, чтобы батюшке Бог положил на сердце, как правильно ответить. Я работаю очень осторожно и медленно. Люди, которые я знаю, в другой раз. Я вопрос такой вроде... Ответа нет. Ну, личного вопроса. Ответа нет. Ну, вот я задаю вопрос, а вы не отвечаете. Почему? Потому что я не молился. Я не могу ответить. Я ответить могу. Но я отвечу от ума. А тебе-то ты пришел не за моим умом, а за Божьим, наверное, ответом. А у меня ответа нет. Понятно? И это все создает шестое качество привлекательности лидера. Меня не будет. Они будут вспоминать, как он осторожен был. Это упамывает. Три месяца проходит. Брат прочитал одно местописание. И говорит, хочешь видеть дни благи, удержи язык своего зла и устасывай от лукавых речей. И он говорит, брат, а что ты на занятия-то не ходишь? Он говорит, я еще эти слова не проглотил. Я каждый день учусь молчать и никого не судить. И три месяца. А еще, говорит, во второй класс переходить, когда я первый не прошел еще. Это Памба сказал, а ты этого не знаешь, потому что житья не считал. Но сегодняшний день ты уже знаешь, запоминай это. Это не библейский персонаж. Но он в православии святой. А каждый призван быть лидером? Каждый. Каждый. Абсолютно каждый. Ты должен вести себя. И ты сам для себя лидер. У тебя есть жена. Ты ей глава будешь. А когда ты лидером будешь учиться-то? У тебя есть дети. А нет, ты будешь вести. Ты идешь в мире, в автобусе. Ты лидер для всех. Примером должен показать. Первый, кто пришел, кому свидетельствуешь. Ты лидер. Лидер означает лидер вести. Вот и веди. А жена в чем лидер будет? Не жена-то у тебя другое. С родителями, друзья, близкие. Иоанн Златоуст говорит, пришел ты из церкви, не спеши там на пироги-то. А ты что слышал, передай жене, слугам. А жена передаст служанкам. А она передаст. Ты обязательно найдешь тех, которые желают слушать. В поезде, в вагоне, едешь где-то и разговор заведи. Там у нас был один такой, как юродивый, в Пензе. Его звали Микиша. Никишенька. Видимо, его звали Никита. Ну как, Никишенька, поживаешь там? А все знали, в городе он как юродивенький такой. А он умный-умный. Он отвечает, да Бог вели ты дальше жить так, чтобы только спастись. Я гляжу, ты шляпу новую купил. Он говорит, да я на шляпу меньше внимания обращаю. Я смотрю, кто под шляпой находится. Кого она придавила. Мы пришли, у него Марфа. Марфуша, я гостей привел. Дом полный всегда, у него все друзья. Сел. Ну, Марфуша угощай с гостями, и я гость. Сестры там светятся, помогают. Борода большая у него такая. Баптист. Я у него был. И он такой весь вкусный какой-то. Старик. Понимаешь, ядреный. Щечки у него такие. И запах от него приятный. Я приехал в Москве, было там собрались баптиста, руководство послушать. Ну, и один из них подошел, поприветствовался, и другому говорит. Вы почувствовали, какой от Игнатия запах? От него хлебом пахнет. А мы поцелуемся, говном воняет. Потому что мясо едим. Я мясо не ем. Это действительно другой запах. И вот этот человек, руководитель, культурный человек, и говорит таким языком, чтобы им всем было понятно. И все улыбались. Сделал сравнение. Он меня возвысил. В глазах их. За что? Но я это подготовил сам. Что я давно, уже десятки лет, там 30-40, отказался от мяса. И он это подметил. А как сказать тому, который в этом нет? Я должен знать. Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина вовек. Ты услышал? Вот с сегодняшнего дня начни. И на весы, и на весы. Ты увидишь, как по поросящи завяжет эта платяшка твоя. Не могу, упаду. А ты, говорит, тебе скажи, врешь, обманщица, можешь. Мало яшть, мало пизд, дрова будешь их. Ты, мам, по...